Ребята, всем огромный привет! С вами Роман Шкулер компании Форс Лайф. Специально для компании Markets еженедельный обзор рынка криптовлют. Сегодня очень интересная ситуация сформировалась у нас на рынке. Значит, что у нас биток вроде бы начинает свое движение дальше по тренду. Нас ожидает скорее всего рост в зону 30-32. Я думаю, это будет первая такая цель. Возможно, после какого отката пойдем выше. Но там уже посмотрим, ребят, потому что с этой точки, там с 20 тысяч, это будет там больше 50%. Движение это очень много. Даже учитывая, что даже там, если мы развернулись, много падали, но это уже многовато. Поэтому думаю, после чего может быть какая-то коррекция. Хотя есть вероятность того, что может пойти где-то даже на 40 тысяч, там может быть даже 45, там в среднесрочной перспективе. Значит, пока что мы смотрим, что движение продолжается. То есть было накопление здесь, это очень хорошо. Набрали энергию, потому что там в 29 тысяч многие продавались. То вот смотрите, вот эта точка, видите, вот хвосты. То есть зона, с которой постоянно был выкуп и с которой потом уже люди, кто брал, например, здесь или здесь, они выходили, то они могут выйти в ноль, потому что ну его нафиг этот биток, как говорится, да. Лучше продаться уже, посидели там, не знаю, там два года. Лучше выйти уже в ноль, там забрать свое. Чем дальше сидеть, непонятно, что будет происходить. Вот на это, на такое, таких и рассчитывать. Поэтому думаю, что они там стоят как раз и они, они будут сейчас вот это вот, я думаю, что они кроются. Поэтому видите, сразу он идет, набирает энергию. Я думаю, там большое количество заявок. Плюс, кто брал здесь, они также будут продаваться перед уровнем. И я думаю, что ребята, ну мы зайдем в этот диапазон, скорее всего, и дальше посмотрим, что будет дальше происходить. Думаю, может пойти и дальше. Может вы даже пойти там на 35-36, все уже поймут, что он идет дальше. Потом только разворот, чтобы когда все начинают заходить лонги. Но это уже мы увидим постфактум. То есть пока что тенденция хорошая, но ребят, тут брать перед уровнем, ну я бы не брал бы. Потому что немало потенциала. Ну такое, я такое не покупаю. Лучше возьму то, что наверно не ходило. Ну вот Ада, например, ребята, тоже. Сейчас если будет закрепление выше 38, там потом у нас есть там зона 42-43 цента. Ну и потом уже 51-57 и 65. Вот эти вот все будут у нас. Кстати 65-66. Я думаю, что Аду можно будет рассмотреть либо выше этого, либо выше этого. То есть рассмотреть, сейчас уже пошла, сейчас тут ловить уже нечего. Дальше BNB. BNB завалили на фоне того, что открыли дело СЭК против ловы Бинанса и против Бинанса. То есть на этом фоне у нас было падение там на процентов 7-8. Ну смотрите, как бы и что. И в целом как бы ничего такого прям плохого не случилось. Ну да, откатик с 346 на 305 произошел какой-то. Ну в рамках нормального, в рамках нормального. То есть поход выше 335, ребят, вот сюда вот. Я думаю, что спровоцирует хорошее движение. Но пока что здесь опасно, потому что есть новостной фон и могут конечно засадить. То есть тут нужно быть внимательным. Дальше, что у нас ДОТ? Что у нас по ДОТ? Сейчас посмотрим. Значит ДОТ... О, кстати, смотрите. Вот то, что мы с вами рисовали 5.7. Четкий тест. И кстати, дали точку входа. Вот можно было, кстати, взять с коротким стопом. Я об этом говорил, ребят, на прошлом видео. Можете посмотреть. Уровень у нас остался. Видите, все отрабатывает, если ждать свою точку правильно. Здесь был ложняк. Вернулись. Импульс не добрали. Еще один добор. И скорее всего, ребята, пойдем, наверное, 7.2, 7.8. Вот эти два уровня будут выступать в качестве сопротивления. Ближайшего. Возможно 9.5 или даже 11 может быть. То есть это нормально. Но он, конечно, напичкан деньгами. То есть это по капитализации ДОТ, наверное, в топ-30 входит. Если не в топ-20. То есть поэтому я думаю, что не так просто его, конечно, нести. Но все-таки я думаю, что он сходит куда-то вверх в данном случае. Что по EOS? EOS у нас на месте, кстати, тоже, смотрите. Вот почти достали до 1.03. Немножечко не доходили. Тоже откатик. 1.2. Следующее сопротивление. Потом 1.32. Плюс-минус. Вот это будет зона статьи. Потом дальше 1.47. Думаю, что тоже, наверное, сходит, как и все остальное. По эфиру, ребята, ну как биток. Смотрите, тоже была коррекция. Вот почти ретес этого уровня. 700, там 662 по факту. И дальше импульс уже идет. Ну и искать уже где-то если тут точку, ребят, смотреть, то либо выше этого, либо где-то на откате. Уже сейчас ушло. То есть сейчас уже заходить, все. Ну и цель там пока 2.20. 2020 долларов. Ну возможно, если все будет нормально. Тут нарисовано тоже такого прямо. Значит, все будет нормально, то может даже пойдем на 3, там или 3.300. Посмотрим, как по факту будет. Лайткоин. Ну прет на халвинге, конечно. Халвинг у нас в августе месяце. Я думаю, где-то к июню должен расти плюс-минус. Нормально все выкупают. Ребятки, здесь любой откат можно в целом покупать с откатом. То есть сейчас уже пошло. И цели тут, я думаю, будут плюс-минус 125-160. Это вот этот диапазон будет целью движения вот этого всего. Ну это может быть и 200. То есть никто точно не знает. По S&P-шке давайте посмотрим. Вчера у нас закрылась нормально. То есть протестировали эту нисходящую линию трендов. Все кричали, что уже все кризис. Ребята, обычно, когда все кричат, цена идет в другую сторону. Поэтому я думаю, что все-таки этот кризис будет, но он будет, наверное, в 2025 году. Это вот лично мое мнение. Может, оно не будет неправильным. Это не значит, что сейчас надо там все затаривать. Это 100%. Может быть и раньше. Но это мое личное мнение, что в 2025-м там уже как бы они сейчас рынок накачают еще. Нужно знать его на хаи. Потому что всегда сильное снижение идет с каких-то максимальных значений. Значит, и вниз, смотрите, как здесь. Видите? На максималку загнали, потом резкое снижение. Здесь тоже на максималку загнали, а резкое снижение. Вот что-то похожее. Здесь, видите, тут было, конечно, очень не так быстро. Но я думаю, что они должны загнать выше этого хая. Пойти еще на этот диапазон, там может быть на 6000 или на 7000 пунктов. И после этого, я думаю, будет. Но это не скоро. То есть, вы понимали? Ну, он сразу так не пойдет. Плюс, смотрите, вот уже накопление идет. Нормальные вот в этой точке. То есть, да, была нисходящая линия тренда. Но все равно, в рамках глобального тренда, ребят, у нас рост. Смотрите. Месячный график. То есть, ничего тут прямо такого. Да, откат. Ну и что? Здесь тоже откаты были. Ну, больше постояли. Ничего тут прямо такого плохого пока что нету. Может оно появится. Но пока что вроде бы все нормально смотрится. Солана. Солана, ребятки, 20 сезона. Ну, там 19,7. Можно перевязаться сюда. Конечно, тут такой себе уровень. Но все-таки, ребята, он зеркалка. Вот отсюда было тоже движение. И вот там 19 точка плюс-минус. Можно рассмотреть целью 26. Но потом уже хороший уровень 38. Вот это будет очень классный уровень. Вот. А мне когда-то еще, ребята, покупал бы раньше по 29. Вот здесь вот я покупал по 29. Думал, он пойдет. Тут не продал. Думал, пойдет выше. Завалили. Я пока сижу. Я не усреднял эту позицию. Можно было, конечно, по 15, по 14 купить. Я покупал, было еще по 10. Потом закрывался по 14. Думал, что я крутой. А оно сходило на 26. Ну, скажем так. Поэтому такое бывает. Но ничего страшного. Пойдет выше. Буду, скорее всего, ликвидирую эту позицию, которая еще есть. Там в плюс. А там посмотрим. Ну, возможно, она пойдет и выше. Но я думаю, все равно. Вообще потом какой-то откатик увидим по Солане. Хотя накопление здесь уже есть. Но я думаю, что у нас сходит. Потом еще раз где-то вернется. Постоит вот в этих зонах еще какое-то время. Потом только пойдет. Это вот такое у меня личное мнение. Ну, хотя, возможно, здесь уже накопили. Здесь накопили. И вот тут уже накопили. Поэтому, может быть, движение пойдет уже и от этих точек. Смотрите, TRX. Тоже открывали дело против Джастин Асана. Главы трона. И, кстати, смотрите. Бах-бах. И вернули. То есть, TRX тоже продавить. Потому что большинство, почти большинство всех стейблов в мире, это ребята в USDT. И очень много в TRX. В эфире есть, понятно. Но обычно USDT идет в TRX. Поэтому, если там что-то будет с TRX, конечно, это все оплата комиссии и так далее. Это стейбл этой сети. Но не думаю, что что-то с его прям могут, что-то с ним так сделать. Поэтому, смотрите. Вот. Вы продали. Вы купили обратно. И смотрите, какая-то консолидация. Тут треугольник, конечно, сумасшедшие ребята. Вот этот треугольник. Если будет выход наверх, ну, вы сами понимаете. То есть, на размер вот этого треугольника наверх может пойти. Это очень много. Но стоит он реально очень сильно. Смотрите, импульс. Тут такая консолидация. Конечно, так, ну, поджимаете верх и низ, и потом куда-то будет импульс. Но держит очень сильно. То есть, пока что здесь, конечно, такие мощные движения. Я бы смотрел выше 007 или где-то от 0056. Но если вернуться, пока что здесь вот заходить немного стремневато, как говорится. Lumen, ребята. Lumen, посмотрите, что сделал. Тоже сходил к уровню. Вот точка была. Помните наш уровень? Кто бы что не говорил, ребята, смотрите. Вот эта точка с 008. Очень четко протестили эту точку. И импульсное движение. Да, вот здесь тоже как бы какой-то уровень. Но мы взяли выше. Взяли с этой той. Потому что с этого уровня было больше движений. И этот уровень сильнее. Можно было вот так взять, конечно, по лаю. Но в целом, как бы, тут уже сильно так значения не имеет. Хотя мы видим пробой. Вроде бы настоящий импульс после пробоя. Думаю, что нас будет ждать где-то 0.12.8, 0.13 центов. Ну, то есть 13 центов, может даже 15. Вот. Посмотрим полюму на понедельке. Ну, тут нормально все. Может даже пойти и на 20 центов, и на 30 в средний срок. Нормально. Тут он все смотрится. Сильнее рынка. Ну, и прет. Вот это красиво, кстати. Где-то точку, все зеленые свечи. Но нужно откатик подождать, где-то посмотреть, часовик или четырехчасовик. И потом уже он реально уже разогнался. Рипл, ребят. Риплый наш дорогой. Я сижу уже там. Мы брали еще, когда было вот здесь, вот здесь, вот здесь. Когда вот это движение произошло, ребята, не заходил. Не заходил. Потому что, то есть не выходил, что я уже заговариваюсь. Не выходил, потому что, ребятки, вот такое накопление в течение там двух лет, почти трех. Я не думал, что движение будет на там в 3 икса, образно говоря. Я такого не думал. Поэтому, как бы не выходил, думаю, что он еще пойдет. То есть сейчас буду рассматривать. Скорее всего, в рост где-то в зону 0.6, 1 доллар. Может быть 1.4. А там посмотрим. Ну, вот это накопление, скорее всего, не буду выходить. Ребят, жду где-то. Ну, моя цель выхода 7-10 долларов. Вот это вот будет. Потому что такое накопление. Плюс они, есть шансы выиграть в сек. Если это произойдет, то я думаю, там вообще цена улетит. Потому что он недооценен рынком. То есть тогда на тренде все сходило, а рипл не ходил. Можно так сказать. Сходил там в 10 иксов самого лова. Ну, это вообще копейки, как говорится. Здесь, ребятки, по Тезосу. Значит, вот был уровень. Протестировали. Ложный. Обратно. И вот от него в целом почти достали. Точка формировалась. Можно рассмотреть. Если нет, тогда уже смотреть выше 1.2. С целью 1.47. Вот это вот у нас вот такие вот будут цели по монетам. Значит, ребята, если вопросы есть, можете писать. Кто хочет открыть счет в компанию Маркес, наши партнеры, обязательно по ссылке приходите, открывайте счета. То есть все нормально торгуются, нормально вводится, заводится. Никаких проблем нет. 577 инструментов, ребят, чтобы вы понимали. Значит, разных и фьючерсов, и крипта, и там акций. Все подряд. Поэтому, надежно, прикольно, и большой выбор. Поэтому, кто хочет, велкам. И, значит, ребята, тогда аккуратно торгуйте. Сейчас может быть хорошее движение. Постояли, накопили. Может быть, сейчас какой-то произойдет альт-сезон. То есть, думаю, мы как раз вот в преддверии альт-сезона. То есть, у нас доминация битка выросла, битоковин стал дорогой. Теперь за него купили дешевую альту, и можно второй раз заработать на альте. Поэтому, думаю, что нас сейчас ожидает альт-сезон какой-то. Может быть, месяц, может быть, полтора. То есть, монеты многие не ходили. Поэтому, ожидаем. Но, будьте внимательны, не жадничайте. Если вы торгуете фьючерсы, не забывайте ставить, ну, с плечами имеется в виду. Бывайте ставить стопы. Потому что, без плечей, если торгуется, то можно и без стопа там посидеть. Ничего там страшного не произойдет. А если вы торгуете, ну, а если не шорт, если шорт, то обязательно стоп. То есть, тут уже не факт. Ну, как бы, может быть, и 100% наверх, и 0 на депозите, даже без плеча. Поэтому, ребята, обязательно стопы, риски учитываем. Всем хорошего дня, хорошей недели. Всех обнял и увидимся. Всем пока.